Привет, друзья! Это видео можно рассматривать как обучалку по бумажному моделированию. Хотя у меня большинство роликов на канале на самом деле носит какой-никакой обучающий и немножко развлекательный характер. Или также на это дело можно смотреть как на первую серию будущего проекта, с которым я пока, наверное, спешить особо-то и не буду. Сами знаете, есть еще и ИС-3 и другие модели. Короче, подобные каркасы делаются обычно для крупных бумажных моделей. В данном случае в 1.25 для наземной техники, как, например, этот ИС-3. Вот, если заглянем внутрь корпуса ИС-3, то увидим там несущий каркас модели. Его фишка была в том, что каркас собирался уже из готовых деталей из картона, которые были фабрично нарезаны методом лазерной резки. А мне стоило лишь их склеить и затем обшить модель частовой обшивкой с текстурами модели. В нашей модели E25 такой лазерной резки нет, она попросту не выпускается для этой модели. Соответственно, каркас надо вырезать самому по имеющимся шаблонам в журнальчике. Вообще, на самом деле, рекомендую докупать лазерную резку для модели 1.25, если такая предусмотрена для данных моделей. Но, повторюсь, в данном случае такая не выпускается. Вот, кстати, шаблончики деталей каркаса. Они пропечатаны на тонкой бумаге формата А4, которую надо подклеить клеем на картон толщиной 1 мм и затем вырезать, а затем сложить в 3D пазл, можно так сказать, стыкуя склеивая детали между собой. Схема сборки имеется, пока мисс не очень понятна, но по ходу дела разберемся, когда у нас уже будут все детали на руках. В качестве картона для подклейки по типу 1 мм я рекомендую покупать в магазинах бумажного моделирования. В данном случае такой формат А4, бывает формат А3, толщина 1 мм. Как видите, он подходит и для каркасов моделей наземки, и авиации, и флота. Хотя во флоте могут быть свои нюансы. Мы сегодня работаем с наземкой. Вот картон, он довольно плотный и ровный, то, что нужно одним словом для сборки модели. По поводу более мелких моделей, скажем, в масштабе 1.50, то там тоже есть свои каркасики, но они сильно упрощены и представлены чаще всего несколькими перемычками или распорками, которые усиливают модель и подклеиваются на картон 0.5 мм или даже на 1 мм. Кому интересно, то советую посмотреть соответствующие ролики по сборке моделей 1.50. Сегодня кроме картона 1 мм, шаблонов с каркасом из журнала, ага, сегодня вырубили свет. Хорошо, что у меня микрофон может работать на батарейках. Короче, сегодня нам кроме картона 1 мм, шаблонов с каркасом из журнала, мне понадобится нож, много лезвий, линеечка металлическая и режущая поверхность в качестве коврика для резки и клей. Я использую уху креатив для бумаги и картона, как вариант можно использовать момент кристалл, чтобы не коробить бумагу. А, еще мне понадобится клей ПВА, но это позже. Далее самое простое, простой первый шаг, а дальше будет сложнее. Извлекаю листы с шаблонами, их тут 3 листа. В общем, вроде как по феншую, надо открыть журнал по центру, разогнуть скобы степлера и извлечь нужные странички. Но это слишком много возни и куча листов, которые будут валяться под руками, поэтому я сделаю по-другому. Просто ножницами вырежу нужные мне листы с шаблонами, либо, как в данном случае, подложу под листик с шаблонами кусок картонки и вырежу это все ножом. Короче, вы сами видите, как это происходит. Таким образом и журнал рассыпаться не будет, и у меня на руках будут только то, что нужно сейчас для работы. Далее, как вариант, можно весь листик сходу подклеить на картон и дальше вырезать. Но это, во-первых, и перерасход клея, и картона, и довольно сложно намазать такой большой лист клеем равномерно. Поэтому я разделяю каждый элемент шаблона каркаса, при этом немножко с запасом по краям. И уже потом раздельно все эти детали подклеиваю на картон, причем компактненько. Вот так бы и дальше все легко резалось, но нет. Окей, первые шаблоны есть. Теперь намазываю, не очень много клея и придавливаю на картон. При этом важно не деформировать бумагу, чтобы шаблон вырезался ровным. А то потом кривые детальки получатся, если что-то сделаете не так. Вот вышло так, один лист из троих с шаблонами приклеен. Я, конечно, может быть и не про игрок в Тетрис, но, по-моему, вышло совсем неплохо. Еще осталось место на часть деталей с шаблонами из других листиков. Ну а дальше самое вкусное, конечно же, это вырезать эти бутеры ножом под линейку. Сложность заключается в том, что миллиметровый картон, несмотря на все свои преимущества, довольно плохо режется из-за своей плотности. Поэтому надо довольно методично и не спеша линеечкой по нескольку проходов разрезать каждую линию, каждый рез. При этом делать точно, аккуратно и не спешить. И очень внимательно смотреть, куда ложите свои пальцы, а то можно отрезать что-то лишнее. Наиболее сложно вырезаются те места, где есть какие-то пазы или шипы, или особенно, где есть опуклые или полукруглые элементы, где линейкой не разрежешь. В общем, фишка в том, чтобы максимально ровно вырезать все элементы по линиям шаблона. Короче, от этого будет зависеть внешний вид модели. Такс, один шаблончик есть. Похоже, хорошо вышло. Это меня радует и можно дальше работать. При вырезании различных пазов надо резать так, чтобы там было место для толщины деталей, которые туда будут вставляться. Ну и короче, работаем не спеша, методично. На все это дело может понадобиться несколько дней. Да, бумажное моделирование оно такое. Ну и короче говоря, немного магии. И на столе последняя деталь. Это днище корпуса. Стрелочкой указано направление ориентации модели. Сейчас отрежу места под стыковку в шип. Ну и вуаля. Весь каркас вырезан по деталям из шаблона и журналки. Заняло это на самом деле довольно мало. Это три вечерка посиделок. Могло, конечно, быть и дольше, но было как-то мотивация и желание работать над этим. Да и сама модель не такая большая. Соответственно, деталей каркаса немного относительно. Вышла аккуратненько, как мне кажется. Также ушла пачка даже две китайских лезвий. Клейца нормально так ушло. Ну, было бы резко, было бы все на порядок быстрее. Но ничего, здесь тоже было приятно и интересно поработать. Так, разложил все это добро на столе. В общем, я рекомендую, если вы новичок в 1.25, то все-таки искать себе модели с каркасом из лазерной резки. Он продается чаще всего там же, где и сами модели. В виде отдельного допа. Ну или выбирать модели несложные. По типу этого Е25 или даже попроще. Так, все элементы у нас имеют буквенную маркировку и стрелочки для того, чтобы собрать это дело в единый элемент. На сухо пристыковываю некоторые детали и подгонка в целом радует. Все должно собираться легко и без лишних усилий. Клеить буду на обычный ПВА клей, но не самый дешевый. Дешевый довольно жидкий. Как вариант и даже более предпочтительный вариант это клеить на столярный ПВА. Но у меня его сейчас нету под руками. Намазывать буду зубочисткой в местах стыков. Схема сборки имеется. В общем пробуем. Есть одна попытка в целом. Главное собирать так, чтобы все собралось. Намазываем немного клея на перпендикулярную к днищу деталь. Центральную стенку ее обозвем. Клея буду мазать немного. Думаю этого достаточно. И коннектим в местах стыковки. Делается это довольно легко. Выставлять прямой угол надобности нету. Поскольку последующие детали сделают эту работу за меня. Далее две поперечки. Они же шпангоуты или распорки. Здесь имеется небольшой косяк. Дело в том, что снизу есть шипы. А пазов под них в днище как раз нету. Поэтому, чтобы шпангоуты плотно сели на днище, надо срезать эти шипы. Ну и далее уже после срезания этих шипов приклеиваю детали на свое место. Далее можно клеить борта. Все довольно хорошо коннектится друг с другом. Что значит, что шаблоны разработаны нормально. И детали я нарезал тоже хорошо. Затем можно приклеить надгусеничные полки и так далее. Тем не менее, есть и недочеты. Это, например, на НЛД, нижняя лобовая деталь, отсутствуют шипы для стыковки к деталям бортов. Но это не критично. Также еще один момент. Надгусеничные полки длинноваты. Тем самым мешают ровно и плотно усадить ВЛД. На самом деле, подправить это дело можно на раз. Срезав надгусеничные полки под углом 45 градусов. Тогда ВЛД плотно сядет. Но фишка в том, что в инструкции это нигде не обозначено. И если вы не очень-то и в теме, то можете приклеить все как есть. И тем самым детали не сядут плотно на свои места. А значит, потом будут косяки с обшивкой модели. Подрезал и теперь клеим ВЛД. Прям кайфую от этого процесса. Одно дело готовую фабричную резку собирать. И совсем другое превращать в 3D объект. Обычные листы А4, бумаги и картона. Так, с ВЛД и задним наклонным листом справились. Но не тут-то было. Есть еще некоторые другие недочетики. Во-первых, верхние броневые листы не очень-то и плотно будут стыковаться. А именно с щелями небольшими. Но это опять же не критично. И второй нюанс. Также у нас надгусеничные полки слишком широкие. И опять же не дают плотно пристыковать верхнюю часть бортов. Я немножко запаниковал в этом месте. Решил вырезать детали пшевки из журнала. Примерить их по месту. То есть посмотреть, что у нас по подгонке с деталями. Нет ли каких-то более крупных косяков. Но в итоге дело разрешилось тем, что надо было просто так же аналогично, как и в передней части, подрезать эти надгусеничные полки под углом 45 градусов. Тогда верхняя часть бортов плотно садится на свои места. Но опять же в инструкции об этом ничего не указано. Хотя например, когда я собирал модель кораблика из бумаги, там есть пометки касательно того, где надо каркас подрезать, сточить и всякое такое. Поэтому если возникают у вас моменты по каркасу, то клейте так, чтобы все детали плотно прилегали друг к другу, где-то подрезая если надо. И так же если не уверены, то примеряйте по месту деталей обшивки, а именно ванну корпуса и верхнюю часть, чтобы видеть картину целиком. Но в нормальных моделях с этим проблем не должно быть. Ну и на десерт остается законсервировать эту коробочку, хранилище для саморезов, гвоздиков. На самом деле нет. У нас такие три плоские деталюшки сверху. Это будет довольно просто. Намажу клея и приклею. И вот финальный вид каркаса для модели истребителя танка в Е25 в масштабе 1.25 от бумажного моделирования. Свежая журналка, кстати. Только недавно выпустилась. Все детали шаблоном на своих местах. Здесь сверху куча полосочек модельного скотча. Зачем, спросите вы? А это чтобы меньше держать модель, пока она сохнет в руках. Просто намазал клей ПВА по периметру, установил детали, отцентровал и зафиксировал скотчем. А оно уже пускай само себе сохнет. Под конец я уже не так аккуратно наносил клей ПВА и в итоге образовалось несколько косяков. Но ничего, это подрежется лезвием и на финальный вид никак не отобразится. В остальном вышло хорошо. Коробочка стоит ровно и устойчиво на столе. Никакой кривизны я пока не заметил. Ну а на самом деле, качество сборки каркаса будет по-настоящему видно уже после приклейки деталей обшивки. Что мы посмотрим уже в следующих роликах. Я уже, кстати, сделал небольшой задел по обшивке на следующий видос. Более подробно об этом покажу и расскажу в следующем ролике. И, собственно говоря, зачем я взялся за этот Е25, вместо того, чтобы дособирать, скажем, ИС-3, которого там уже совсем немного осталось. Не знаю, просто очень захотелось купить этот журнал, как только он появился в продаже. И после того, как он ко мне приехал, захотелось собрать хотя бы каркас, попробовать как оно. А дальше уже посмотрим. Возможно, все-таки дособираю ИС-3, а потом займемся Е25. Ну или наоборот, пишите, что бы вы больше хотели увидеть из этих двух очень разных моделей бронетехники. Спасибо за просмотр, удачи и пока. Да, кстати, в воскресенье тоже будет ролик по завершению одной модели. Пока.